Следующее направление, это очень важно вам, как военным людям, порядок в областях. Да, в основном шатаются в Минске. Это да. Но успокаиваться не надо. Мы видели, пусть небольшие там были эти акции, тысячу, две тысячи, но тем не менее, особенно в Гродно. Это что такое? Призывают остановить Гродно-Азот или устроить забастовку. А если взрыв? Там же высокотехнологичное, опасное производство. Не дай бог, что случится. Гродно рядом накроет полностью, а роза ветров западная. Там крутит этот ветер над Гродно, разнесет это облако, погибнут тысячи, тысячи людей. С гостями почти полмиллиона в Гродно вращается. Поэтому вопросы общественной безопасности важнейший вопрос. В вашу компетенцию будет ходить армейская составляющая. Десантно-штурмовая бригада Бресте, она на это ориентирована по закону. И огромная мотострелковая развернутая бригада в Гродно. Это опора ваша и силовиков, губернаторов там. А, силовая составляющая. Я это открыто говорю и не прячь. Все должны это понимать. И взаимодействие с Министерством обороны, МВД, КГБ в центре, особенно с Минобороны. Чтобы вы видели, слышали и понимали, что происходит на границе и за границей. Чтобы вы вовремя меня проинформировали. И если нужно вас подпереть вооруженными силами, как это было летом, мы это сделаем. Это в моей компетенции. И помощь управлением КГБ и МВД на месте. Вы знаете, какие задачи мы здесь решали. Раньше решали в августе месяце после выборов. Вот им надо оказать помощь. Опять же говорю, очень тонкая грань. Вы не должны никого подменять. Вы не должны напрямую командовать и управлять начальниками УВД и УКГБ на местах. Не должны, потому что у них есть свои начальники. А у вас есть свой начальник, президент. Все. Вы должны меня держать в курсе дела. И вместе, если нужно, мы будем действовать. Вы от меня будете получать распоряжение, как действовать по тем или иным направлениям. Вы люди военные и понимаете, что такое подчиненность по вертикали. Минск. Особый период. Почему Александр Петрович? Потому что он знает Минск, как своих пять пальцев. Ни Вакульчик, ни Караев, ни я и даже ни Качанова. Никто так не знает Минск, как знает он. Он знает все. И его сейчас задача также обеспечить полную безопасность силовыми структурами в городе-герое Минске. Прежде всего, общественная безопасность. Он всю жизнь этим занимался. Продолжение следует.